так всем привет начал подъезжать контент точнее материал для контента постепенно будет выкладываться раз попал в руки нетбук попросили перестать систему так как перестановку системы конечно снимать не буду хотя бы сниму про саму эту модель здесь нетбук lenovo какой-то модель 227 20 вольт напряжение 2 амперы зарядник дата то ли 11 то ли 9 год скорее всего 11 идея пат из 10-2 здесь стоял xp хотя рассчитывал что есть семерка начальная вот человек уже сам установил систему не зачем мне попросил еще раз установить почему здесь не установили с драйвера на вайфай ех установил на ту систему но все равно почему-то вайфа не появляется здесь вот есть тумблер но он включает и так понял bluetooth потому что вайфай как бы пропадает но тем не менее остаются два подключения сетевой и вайфай с равно после отключения при включении появляется еще bluetooth еще одно сетевой и один вайфай непонятно так что сейчас я сюда нарк поставлю windows 7 начальную тому здесь стоит windows и максимальная сейчас по железу здесь один гиг оперативки поэтому думаю нужно максимально экономить оперативку максимально на р побольше потреблять чем начальная и и будем стараться экономить по разъемом здесь два юсби здесь зарядка спереди картридер есть здесь в г план юсби один и наушник с микрофоном вот сейчас вы включим переустановим там даже есть второй локальный диск уже с драйверами то есть по идее с него драйвера даже можно установить я даже один драйвер оттуда установил на какой-то еще там элемент по моему может быть даже модем есть встроенный может такое чувство что там какой-то драйвер под модем но это не точно вот ладно сейчас кончу положим так чину тут по железу жесткий 120 видимо хотя наверно даже больше здесь 30 и здесь 105 на 150 наверно не бывает ладно неважно короче что с чем-то вот процессор атом какой то есть intel atom n270 гиг оперативки как я думаю 32 разрядной системы состоит но я тоже такой будет стоять вот минус 0 с какое-то одно неизвестное устройство сетевой адаптер вроде бы весь установлен но тем не менее он показывает что недоступных подключений не такая фишка сейчас покажу как это выглядит если перейти адаптеры то сейчас показывается аж четыре штуки вот блютуз беспроводной едва по локальной сети тумблер переключаем бультуз отваливается сразу и сейчас еще один и вот локальность едва отвалилась остается беспроводная и локальность и что странно вай-фай так и не появляется через клавиатуру я тоже по моему пробовал нажимать через и фан ничего не появляется так что даже не знаю на что думать наклеечка из xp атом аккумулятор может даже еще держит полностью заряжен опять пока неси 2 плюс возможно как-то связано с репаком этим может быть что-то установился либо как-то драйвера установились некорректно не знаю но вай-фай так и не появляется по проводу скорее сюда же может быть работать но пока не форич попробую еще на сайте производители поискать по модели но так как здесь есть второй жесткий диск с диском д леново на нем драйвера стоят думаю что это скорее всего уже шло первоначально что такое драйвер какой-то еще похоже на вайфай картинка в общем так ладно сейчас переустановим семерку и попробуем все-таки найти этот драйвер возможно как-то связано с вайфаем пока что на паузу нетбуку в общем неизвестное устройство я установила им оказалось нифига не вайфай какой-то energy менеджмент причем его не был на том диске я так понял нашел по иди устройству возможно драйвер установлен на вайфай является другой фирмы поэтому она не работает будет поискать другие версии на наклейке сзади написано модель вайфая то что они бывают разные зависимости от сборки здесь сейчас стоит получается либо бродком реалтек от скорее всего локальной сеть этот сетевой по кабель вот по кабель сейчас менеджмент работы по вайфай так не видится в чем тумблер и так подключать чисто bluetooth тому что вайфай и сеть по кабелю продолжает работать перезагружу ничего не изменится будем искать еще другие марки вайфая забавно что интернет продолжает показывать хотя кабель и отключил вот появился все доступных подключений так и нет сейчас перезагрузим продолжим кстати клавиши fn вот начал срабатывать я установил какие-то драйвера после этого так четкого появился все нормально значит нужны были драйвера на клавиатуру чтобы они включили через fn f5 это устройство так здесь 3g написано за счет все таки есть какой то есть модем как я и думал от эриксона странно странно куда тут симка ставится здесь картридер спереди симка источник не находил так что принципе мы все установили еще мушки то обновление посмотрю если что-то интересное там попадется до устанавливает так принципе можем отдавать теперь вайфай работает так что наверное будем завершать такой нетбук конечно после того как вайфай как интернет начнет работать начнет тупить то может здесь гиг оперативки всего а так шустер себя вел поэтому желательно хотя бы 2 гига конечно не рассчитан на такие наверно нагрузки с учетом что он 11 года ему такой наверное еще не снилось что он даже и до 20 вот он р по мощности не расслабее планшетах современных так что так ладно больше на рассказ ничего больно чистила не буду просили только переустановить надеюсь он активировался так и есть включая только от xp активатор должен какой-то встроенной сборке установиться надо бывает на этой сборке что при установке обновлений может установиться некорректно обновление и уходит ошибка на черном экране поэтому я стараюсь обновление отключать именно на этих сборках семерки протестирую что обновление корректно ставится и завтра отдам 300 рублей плюс всем пока вот 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 Продолжение следует...